Приветствую, уважаемых подписчиков и гостей наших каналов. Я до сих пор не говорил о пророчествах Сидика Афгана, но вот сегодня решил рассказать. И сейчас объясню, почему не говорил и почему решил наконец рассказать. Я уже пояснял, что ноосферное мировоззрение в толковании Роберта Бартини похоже исходя из того, что пророчества возможны только в состоянии гипнотического транса. Во всяком случае у писателей, членов тайного общества дисков, мне не попадались описания других пророчеств. Но здесь, думаю, тот самый случай, когда оговорка все же нужна. Все в этом мире очень непросто. Так вот, Сидика Афган утверждает, что пророчество позволяет делать еще и нумерология. И он не просто это утверждает, а он уже много раз действительно доказал, что его пророчества действительно сбываются. Скажу больше, в силу этого его интеллект официально уже признан ООН и ЮНЕСКО достоянием человечества. Он внесен в так называемый список достояния человечества. И это еще не все. Лично меня относиться серьезно к пророчествам Сидика Афгана заставляет еще и то, что он считает себя последователем пифагорейской школы нумерологии. Почему заставляет? Все очень просто. За много уже, пожалуй, даже не лет, а десятилетий изучения анонсферного мировоззрения, я пришел к выводу, что оно герметическое. То есть в его основе лежит конспирологическое учение Гермиса Трисмегиста. Почему я однажды сделал такой вывод? Во-первых, там очень много положений из этого учения. И прежде всего утверждение, что мир по ту сторону смерти действительно существует. Но там нет никаких богов. А тех, кто строит перед нами из себя богов, на самом деле обманщики. Напоминаю, герметический корпус исходит из принципа «Люди смертные боги». Боги – бессмертные люди. Счастлив будет тот, кто поймет это. Кроме того, есть ряд и других доказательств этого. Например, Иван Дефремов в романе «Тайс-Афинская» подробно описал тайное античное герметическое общество Орфиков. А его ученик – украинский, писатель Олесь Бирник. В одной из своих книг, а точнее, увы, в последней своей книге «Камертон Дашбога» написал открытым текст, что главный герой его диалогии – «Звездный корсар» и «Камертон Дашбога» – советский киевский следователь в 70-х годах. «Инкарнация Гермиса Трисмегиста». То есть, похожее отношение к нумерологии, но о сферном учении все же несколько лучше, чем показывали данные писатели в своих книгах. Только не спрашивайте у меня, почему они при этом даже между строк не говорят о нумерологии в своих книгах. Я не знаю. Но перейдем, собственно, к Сиди Коффгану. Он профессиональный математик. Более того, он магистр математики и доктор математических наук. И обе степени он, кстати, получил в Советском Союзе. В Липецке и в Ленинграде. Он учился у нас. И, кстати, именно в эти годы, в годы учебы, он предсказал развал Советского Союза. Он сделал это в 1989 году. И после этого ему пришлось из Советского Союза уехать. Его, как говорится, попросили. Хотя, понятно, сохранить Советский Союз это и близко. Не помогло. Вот как он выглядит. О чем, кроме развала Советского Союза, он говорит в своих пророчествах, я рассказывать не буду. Так как материалы об этом горы. И желающий сам легко найдет ту информацию в онлайне. Меня, как думаю, уже несложно догадаться. В плане его предсказаний интересует только одно. Что он говорит о скором уходе Путина и приходе белого всадника? И говорит он об этом вообще что-либо или нет? Так вот, ответ – да. Он полностью подтверждает этим, что древнее, что современное пророчество. Напоминаю, о них я уже подробно рассказал в цикле «Белый всадник». Ссылка будет под роликом. Правда, он при этом не называет отомного, действительно великого лидера России, белым всадником или великим гончаром. Он называет его кратко. Достойный правитель. А также отмечает, что Путин скоро уйдет сам. Досрочно. Есть, правда, интересная деталь, которую я не встречал у других пророков. А именно, он отмечает, что нового лидера попытаются опозорить. Но попытка окажется неудачной. И он также полностью подтверждает вторую, тоже хорошо известную часть данного пророчества. Новый лидер восстановит союзное государство. В него опять войдут страны бывшего Советского Союза. Давайте посмотрим фрагмент об этом с канала «Первопроходцы времени». Сидик Афган делает прогнозы, основываясь на закономерностях, ведь события прошлого повторяются слегка измененными в те или иные моменты. Он вывел собственные формулы, которые использует в предсказаниях. Он мастерски использует математику для того, чтобы приоткрывать завесу будущего. Судьбоносным для России Сидик считает 2025 год. Но и в нынешнем будет много важных событий. Предсказатель считает, что Путин выборы выиграет, но уйдет с поста президента досрочно. А в этом году авторитет президента и России на мировой арене будет лишь возрастать. Математик не раскрывает причины или имя возможного преемника, но утверждает, что он будет достойным высшего поста. При смене власти возможны попытки опозорить нового лидера, который пока остается в тени, но они не будут успешными. Предсказатель уверен в создании государства, которое он условно называет СССР 2.0. Вероятность того, что это случится в ближайшее время, он оценивает как высокую. По мнению прорицателя, в обновленное государство войдут страны СНГ. Ну и, наверное, нужно рассказать о том, каким образом делает свои пророчества, раз не входит гипнотический транс. Ответ прост. Он их вычисляет. В прямом смысле слова. Он утверждает, что выявил формулы, которые, понятно, держат тайны, которые позволяют ему вычислять будущие важные события. Но это, в принципе, как я уже отмечал, краеугольник один. Нумерология. Ну и, наверное, нужно еще добавить, что после отъезда из Советского Союза он живет, как пишут СМИ, на два дома. В Турзе и в Афганистане. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации. Поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом. Субтитры подогнал «Симон»